добрый вечер уважаемые слушатели мы сегодня будем говорить о недельном разделе бо и как сказал натан наша сегодняшняя встреча будет посвящена памяти трагически погибших пилотов армейского вертолета которые погибли в районе хайфы при выполнении боевого задания значит я буду говорить сегодня о двенадцатом перике о начале двенадцатого перика раздела бог обычно когда говорят про раздел бо говорят о египетских казнях да о том страшном что сделал всевышний египту но вот эту проблему будет как раз поднимать натан я хочу поговорить совершенно о другом основном один из инструментов общения всевышнего с его народом это те заповеди которые мы от всевышнего получаем причем как говорят наши мудрецы нет более ценных и менее ценных заповедей ценность заповеди состоит в том кто нам эту заповедь дал да а поскольку у всех наших заповедей которые деурайта есть дорогие мои друзья значит у всех заповеди один источник поэтому все они для нас очень важны и очень цены заповеди мы получали от начиная от праотца авраама значит но мы помним как чем какие-то заповеди мы даже не очень понимаем откуда праотец авраам их узнал да он так сказать знал их без явного без явного отсыла к творцу ну вот скажем заповедь обрезания заповедь брит была аврааму дана в явном виде всевышний сказал что каждый мужского пола в твоем доме должен быть обрезан авраам обрезал себя обрезал всех своих домочадцев мужского пола ну и исхак был первый еврей обрезанный строго по заповеди на восьмой день от рождения но это все были заповеди индивидуальные вообще говоря по характеру своего осуществления заповеди можно разделить на несколько категорий заповеди индивидуальные личные которые вот человек делает сам и сам отвечает за их исполнение или ненадлежащее исполнение не дай бог и заповеди общинные которые выполняются некоторым коллективом общиной и наконец заповеди национальные которые выполняются всем народом израиля так вот если говорить о национальных заповедях то разумеется мы должны начать с того момента как образовался народ израиля мы уже об этом немножко говорили и в завершении книги берешит в последнем разделе в первом разделе книги шмот что по сути дела народ израиля образовался в египте да мы родились в лоне египетской цивилизации если говорить о так сказать месте происхождения о нашей матери еврейского народа то мать еврейского народа это египетская цивилизация оттуда мы есть быть пошли и вот первые национальные заповеди которые выделяют нас как народ в целом были нам даны еще до исхода еще в египте и этому посвящено начало двенадцатого перика и сказал ашем маше и аарону в стране египет говоря месяц этот для вас глава месяцев первый он для вас из месяцев года говорите все общине израиля сказав десятого месяца этого и возьмут себе муж ягненка на дом отцов ягненка на дом значит в этих трех пасуках даны первые две общенациональные заповеди причем со второй заповедью более или менее ясно значит вторая заповедь то есть вот возьмите себе ягненка ну дальше будет еще к этой заповеди много разных пояснений что вот десятого его надо взять четыре дня держать в доме потом определенным образом зарезать что-то сделать с его кровью там зажарить определенным образом есть это все будет дальше но это заповедь или как ее кратко назвать заповедь карбан песах заповедь пасхальной жертвы или пасхального приближения к всевышнему это заповедь в общем более или менее понятно дело идет к десятой казни дело идет к исходу из египта и отметить этот исход специальной жертвы в общем достаточно понятный разум первая заповедь она вызывает некоторое недоумение месяц этот для вас глава месяцев первый он для вас для месяцев года то есть по сути дела нам дается заповедь еврейского календаря и это заповедь как-то не очень что ли уместно гораздо уместнее было бы ну скажем вот мы забегая на две главы на два раздела вперед когда мы будем получать на синая десять заповедей да вот первое речение синая будет звучать так я ашем элогим ваш да не будет у вас других элогим перед лицом моим такая демонстрация провозглашения монотеизма у нас есть один всевышний это понятно если бы сейчас после того как уже ряд казней произошел и даже египтяне сказали сначала палец элогим это потом рука элогим над египтом если бы сейчас всевышний сказал бы машей арону что говорите сынам израиля что я ашем элогим ваш я ваш всевышний я тот кому вы все подчиняетесь вы мой народ ну это было бы может быть понятно здесь речь идет о календаре простите но важность календаря она возникает ну когда мы живем в своей стране когда календарь определяет хозяйственную жизнь там сроки посева уборки урожая там сроки сбора фруктов и отделение от них десятины и так дальше это все понятно здесь когда речь идет об исходе вроде не очень очевидно зачем здесь календарь но судя по тому что это заповедь является самой первой национальной заповедью которую мы получаем от всевышнего тут надо наверное сказать что важность этой заповеди невозможно переоценить я обращаю ваше внимание на то что любые общественные формации такие серьезные вот революционно возникающие общественные формации обычно начинаются в самый первый год своего существования с изменения календаря только как правило это изменение календаря это отмена каких-то старых и назначения новых праздников ну пример да происходит американская революция да заканчивается война за независимость и один из первых указов нового правительства соединенных штатов от отцу основателей это установление дня независимости да происходит великая французская революция на 20 лет позже и один из важнейших праздников французской республики которые вот уже сколько там вести тридцать а больше чем двести тридцать лет продолжает отмечаться при всех режимах при реставрации бурбонов при второй республике при четвертой при пятой республике все время франция его отмечает это день взятия бастилии вот день рождения луи шестнадцатого перестал быть праздником или день рождения марии антуанетты а вот возник новый революционный праздник день взятия бастилии или скажем большевистский переворот в россии отменяется пасха отменяется рождество и устанавливаются новые революционные праздники день большевистского переворота день солидарности трудящихся ну и так далее все что там в календаре было положено это реформа египетского календаря которая происходит вот с получением этой заповеди нашей национальной она принципиально другого качества дело в том что как мы сейчас очень хорошо знаем из совершенно других археологических источников в древнем египте не было линейного времени в принципе и время мерилось царством фараона то есть вот можно было сказать первый год царствования рамзеса второй год царствования рамзеса третий год там и так далее 25 год царствования рамзеса стоп и дальше идет первый год аминхотепа второй год аминхотепа третий и тогда и египтянин не мог про себя сказать что ну опираясь на какой-то там я не знаю исторический источник он не мог сказать что я родился там не знаю в пять тысяч триста двадцать втором году от создания верхнего и нижнего царства египта такого в принципе не было такого счета не было и числа такого не было все что мог сказать про себя египтянин он мог сказать я родился на восьмом году царствования рамзеса второго это было единственное что он мог про себя сказать и время шло в египте по кругу и с приходом каждого нового фараона этот круг начинал свой новый отсчет и вот это вот тезис что было то и будет и нет ничего нового под солнцем это квинтэссенция египетской философии а у круга видите ли цели нет любую точку можно считать началом и так сказать пришел новый фараон будем считать от нового фараона особенность еврейского календаря состоит в том что декларируется начало времени месяц этот для вас глава месяцев первый он для вас из месяцев года отсюда счет и еврейский календарь он декларирует не только начало года но еще это календарь от сотворения мира вот то что делал всевышний пять тысяч семьсот восемьдесят три года назад значит вот с этого момента мы ведем счет времени таким образом заповедь еврейского календаря это во первых определение единого начала во вторых это линейность а прямая которая исходит из начала ну луч да который исходит из какой-то начальной точки он имеет вектор он имеет направление и он имеет цель и отсюда совсем уже легкий логический переход к единому творцу да единое начало единая цель единый творец который это начало положил и которую нам эту заповедь дал вот в чем смысл заповеди календаря ну дальше так сказать уже в качестве вишенки на торте все восточные календари того времени они декларировали начало года в конце сельскохозяйственного цикла то есть вот осенью закончили жатву закончили уборку урожая наполнили закрома успокоились и с этого момента отсчитывается следующий год значит еврейский календарь декларирует новую точку отсчета календарь приобретает оптимистически весенний характер ничего не закончилось все только начинается природа расцветает мы движемся к нашей цели и все хорошее еще впереди вот в чем в двух словах смысл вот этой заповеди календаря ну и так сказать дальше в качестве домашнего задания вы можете самостоятельно подумать на тему о том как был устроен календарь при советской власти и в чем он отличается от еврейского календаря я на эту тему говорить не буду теперь второе о чем здесь надо поговорить это заповедь карбан-песах говорите все общения израиля сказав десятого месяца этого и возьмут себе муж ягненка на дом одну секунду может быть мы спросим у людей есть у участников вопросы по первому чтобы не мешать первое со вторым по поводу календаря у кого-то есть вопросы разумно сразу хочется с тишреем сопоставить все таки да вот отмечается осенью да как-то между собой это согласуется дело в том что наша цивилизация она вообще говоря в течение последних четырех с половиной тысяч лет вытаскивала все ну как говорят искры святости или можно сказать по другому все великие достижения своих предшественников и своих современников она пыталась аккумулировать очистить сделать такую работу по очистке от идолопоклоннических каких-либо наслоений и приобщить себе пример когда мы выходим из египта мы демонстрируя свой разрыв с египетской цивилизацией мы отказываемся от главного фундаментального вклада египетской цивилизации в историю человечества а фундаментальный вклад это изобретение дрожжевого хлеба и вообще применение продуктов пшеничного брожения это не только хлеб но еще и пиво и так далее значит мы говорим а вот мы готовы отказаться от дрожжевого хлеба 7 дней будем есть мацу и не покажется квасное в пределах наших но только 7 дней мы будем использовать дрожжевой хлеб и будем использовать все его величайшие достоинства именно цивилизационные достоинства принципиальное достоинство дрожжевого хлеба значит но мы 7 дней продемонстрируем свой отказ свой разрыв с египетской цивилизацией то же самое и с весенним новым годом наш календарь как вы знаете он он содержит четыре новых года да это во первых новый год вот новый год вот новый год ниссан этот месяц для вас первый да это новый год по которому считались царство в израиле значит если царь вступил на престол там скажем 20 адара то через 10 дней начнется второй год его царствования понятно да то есть день первого ниссана это новый год царей день первого тишрея это традиция нового года которую мы принесли еще из вавилона мы ее сохранили чудесным образом и это новый год для счета лет от сотворения мира наша традиция считает что мир был сотворен вот в аккурат точнее шестой день творения день создания человека это был первое тишрея дальше новый год до которого у нас осталось всего 10 дней 9 дней это тубишват да новый год деревьев при этом так сказать плоды завязавшиеся до тубишвата относятся к предыдущему году завязавшиеся после тубишвата относятся к последующему году и это важно для того чтобы фрукты значит отделять десятину от фруктов и передавать ее кому положено и наконец 15 эллула это новый год скота опять-таки овцы или коровы или кто у нас есть родившиеся до 15 эллула это прошлый год после 15 эллула это следующий год поэтому ягненок родившийся допустим я знаю первого и яра значит после 15 эллула это будет уже годовалый ягненок когда говорят о разных что он годен для жертвоприношения не годен для жертвоприношения вот его возраст будет определен датой 15 эллула то есть у нас это 4 года 4 новогодья но в соответствии с вот этим вот шмот 12 2 начало нового года вот нашего исхода из египта если хотите день рождения еврейского народа это месяц ниссан первый он для месяцев года еще вопросы по первой заповеди если можно я хотел буквально в нескольких фразах мамаш добавить к тому что сказал давай юра да я очень схематично скажу честно говоря я это прошло уже некоторое время у нас есть урок по замечательной книге у нас есть урок по нескольким книгам эра в шерке вот одна из них называется был от муэт которая посвящена как бы разбору праздников и вот мне там запомнился кусок это было по поводу росшана я вам скажу только несколько пунктов а желающие могут посмотреть потом найти и спросить меня я пришла запись этого урока где мы разбираем буквально фразу за фразой там была такая потрясающая вот схема как обычно равширки строят и очень глобальные вещи то есть супер глобальные и это как бы ложится на то что юра говорил но даже насколько я помню там даже еще дальше было то есть как бы идея в том заключается что действительно вот это еврейский новый год по идее он должен был бы быть действительно первого ниссана то есть вот есть это есть есть полемика между первым ниссаном да и первым тишреем по идее должно быть первым ниссаном но но а почему же сделали в тишреи потому что это даже некоторая глобальная идея о том что как бы выход из египта это по идее должен был бы выход быть не только евреев а это должно быть каком-то смысле выход всего человечества человечество могло как бы получить тору в каком-то смысле стать с вами свободными только после того как они освободились его от рабства в любом как бы понимание этого смысла этого слова и дальше поскольку пишет рафшерки прошла как бы Ну, фашла, то, что называется. То есть это не пошло по плану. Евреи прокололись. Почему? Потому что, известно, там были бунты, то, сё, пятое, десятое, хотели вернуться обратно. Но и народы мира тоже прокололись. И они не вышли. И поэтому, действительно, в древнем мире было принято осенние праздники. И передача он говорит, насколько я помню, что вот эта вот идея, почему евреи перенесли, всё-таки не закрепили первого Ниссана, а перенесли на первого Кишрея, это действительно то, что как бы ложится на то, что сказал Юра, это для того, чтобы как бы поднять нееврейский мир. Вот эта вот идея, я очень кратко сказал, и вообще неподробно, и, может быть, даже не очень правильно, мне кажется, идея запомнил. Желающие, пожалуйста, напишите мне, я пришлю вам лет. Мы подробно это разбирали в преддверии осенних праздников. Окей. У кого-то есть ещё вопросы по календарю? Календарю. У меня такой вопрос. Пожалуйста. В котором году тогда получается, вот если считаем выход по сотворению Земли, тогда в котором году получается вот этот выход из Экипы? Сейчас я вам скажу. 333-й, нет? По-моему, сейчас такой круглый год как раз-таки. 333-й. Да, примерно. Вы, наверное, правы. Я так очень приближённо могу сходу сказать, или мне надо брать свой календарь. То есть в 333-м году, да? Да. Спасибо. Приблизительно 1400 лет до нашей эры. Современного счёта. До не нашего счёта лет. Так, хорошо. И теперь ещё два слова про вторую заповедь. Значит, и возьмут себе муж ягнёнка на дом отцов, ягнёнка на дом. Послушайте, заповедь жертвоприношения, она вообще-то имеет очень древние корни. Мы помним, что первые жертвы Всевышнему принесли Каин и Хевель, да? Значит, там, плоды земли и плоды животноводства. Мы помним жертвы Ноаха. Жертвы приносили наши праотцы и Авраам, и Ицхак, и Яаков. То есть это как бы вроде бы не новость. И я обращаю ваше внимание на то, что в данном описании жертвоприношения является принципиальной, революционной новостью. Не менее революционной, чем календарная. И возьмут себе муж ягнёнка на дом отцов. Ягнёнка на дом. Это не просто жертва. Смотрите. Одно из важнейших элементов египетского рабства, если люди старшего поколения задумаются, то советского рабства тоже, это была атомизация населения. Вот не было, значит, было громадное государство, рабовладельческий Египет со всей его административной пирамидой там и так далее, и так далее. И единичный человек, абсолютно бессильный перед этой махиной. И здесь нам говорят, нет, минуточку. Ты ни в коем случае не одиночка. Для начала ты член семьи. Мы это уже обсуждали на прошлой неделе, что египетское рабство приводило к распаду семей. То есть мужчины где-то были на тяжелых физических работах, а женщины были где-то в другом месте, так что у них, в общем, рассыпалась семейная жизнь. Вот карбан-песах восстанавливает структуру семьи. Ягненка на дом отцов. Значит, пунктом первым я должен сосчитать, вот у меня в семье там, допустим, 10 человек, как раз нормально для того, чтобы съесть годовалого ягненка. Вот я на свою семью одного ягненка приготовил, и вот вся моя семья, 10 человек при этом будет. Это момент номер один. Но этого мало. Дальше, установив вот эту вот семейную структуру, Тора начинает создавать общинную структуру. Потому что дальше сказано, ну, я уже эти слова сюда не выписывал, вы можете посмотреть, как обычно вот здесь, да, в Белой книге. Дальше что сказано? А если семья маленькая, чтобы съесть одного ягненка, все-таки ягненок это, ну, самый небольшой годовалый ягненок, это, я не знаю, 5-7 килограмм мяса, да, тогда объединитесь с соседними семьями и рассчитайтесь на ягненка. То есть у меня семья 5 человек, и у соседа семья 6 человек, и вот мы две семьи соединяемся вместе, чтобы съесть вот этого пасхального ягненка. Значит, создается уже некая общинная структура. То есть структура по соседству проживающих семей. Следующий уровень, следующий такой этаж структуры. Дальше, когда уже произойдет исход, мы увидим, что народ структурируется по коленам, что образуется структура исполнительной власти, значит, тысячные, соцкие, пятидесятники, десятники. Существует судебная власть, существует религиозная власть. То есть наш народ начинает образовывать и усложнять и развивать различные структуры, именно национальные. То есть из Египта должен выйти не один еврей и даже не 600 тысяч или, по другим оценкам, примерно 3,5 миллиона евреев. Из Египта должен выйти народ. Народ структурированный. Потому что любой народ отличается от толпы наличием некоторой организационной структуры. И вот заповедь Карбан-Песах, эта заповедь не просто возьмите ягненка и принесите в жертву. Так поступал и Нох, и Авраам, и все наши предшественники. Эта заповедь... Вспомните, пожалуйста, что вы живете по семьям, что семьи соседствуют друг с другом, и так далее, и так далее, необходимо создать национальную структуру. Какие ко мне вопросы? Народ. Можно? Да, конечно. Да, конечно. Вот вы говорили про структуру. Может быть, у меня немножко другой был вопрос, но, может быть, это перекликается. Там, во всяком случае, в том переводе, который у меня есть, я читаю, там сказано и в предыдущей главе, и в этой главе, и выведешь твой народ по воинствам твоим. По-моему, в других переводах по ополчениям сказано. Я не совсем понимаю вот этот момент. Может быть, это как раз про это, что, то есть, милитаризация, не совсем понятно, почему употребляется вот такой армейский терп воинством, и почему не говорить по коленам, по семям, еще так. Ну да, по коленам, на самом деле, можно было бы сказать, потому что коленная структура, она как бы вот после Якова у нас возникла. И она в Египте, вероятно, сохранилась, потому что дальше мы читаем, там, скажем, и пошел муж Леви, там, и взял жену Леви, то есть колена самые сохранились. Значит, насчет и вывел воинство их, между прочим, сказано в главе Бешалах и вышли с рукой вооруженной. Вот мы не просто вышли из Египта, а вышли с рукой вооруженной, или другой перевод, рукой поднятой, что вот мы подняли руку и пошли вперед. Ну, поднятая рука, это, вообще говоря, именно рука вооруженная. Насчет по воинствам, вот именно этот оборот, дело в том, что слово воинство их, они используются в Танахе в самом разном смысле. Ну, например, создал светило небесное и все воинство их. То есть, ну, и вы вышли, вот так вот мы вышли. Я по-другому объяснить не могу. Хамушим приходит на мусу. Яцу бне саль хамушим и мисрая. Хамушим действительно не очень понятно, откуда там оружие было, но... Сказать, выходя из Египта, мы захватили не только золото, серебро и одежда, но и что плохо лежало. Есть, правда, гораздо более пессимистический комментарий, что хамушим только пятая часть вышла от слова хамеш, но это как бы в другую сторону. Да. Тов? Ну, хорошо, тогда, может быть, мы как бы плавно перейдем ко второй части. Если у кого-то будут еще вопросы размышлений и так далее, всегда можно воспользоваться либо напрямую Юрию написать, либо участвовать в Телеграме и задать на следующем занятии как угодно. Окей? На получаемые письма я стараюсь максимально быстро отвечать. Да, замечательно. Окей, хорошо, тогда мы как бы переходим по второй части. Смотрите, вторая часть, она совсем другая тематика, совсем, мамаш, совсем другая тематика и по смыслу, и по настроению, но относится к этому же недельному разделу. Мне она очень понравилась, потому что, как это обычно бывает у Ханн-Парата, тут как бы намыгается сочетание с одной стороны прямого текста Торы, какого-то некоторого идеологического понимания, а с другой стороны вот такого мощного отцвета иллюзии на аллюзии слегка на современный мир. Какая интересная штука. Он подробно остановится в этой статье на казни саранчой. Причем сама статья называется уже в самой названии уже заложена вот эта вот загадка, которая сейчас будет разбиваться. Я не удосужился посмотреть, тоже не удосужился, у меня просто времени не было. Я всегда пытаюсь понять, он очень часто использует свою речь, такие, ну даже не обиходные выражения, а выражения, которые стали классикой в Израиле. И вот эта статья называется, я думаю, что она в основе она не имеет отношения к саранче. Но речь называется так, бытох аамон сояр. Ну по-русски это что-то типа среди бушующей толпы. И вот это как бы сразу натыкает на что-то, причем саранча, толпа бушующая не очень понятна. А дальше под заголовок у него такой новый взгляд на казнь не знаю саранча правильно сказать казнь саранча тоже вот это вот сейчас будет разбираться, что как бы нет норостного числа. Саранча это во норостном числе и в этом тоже. Окей. Ну вот цитаты из Толдот. Окей, ну неважно, беседа. Так, что я хотел сказать. Так вот, он пишет Порошат Бо, она начинается, открывается, это начало Пороши Бо. Бо от слова и вошел, вошел Муше к фараону, да, Бо это войти, и с чем Муше вошел, ну это как бы все знают, Муше вошел к Паро, и он ему объявил о восьмой казни. Мы знаем, что всего было десять макот. Макот от слова вообще удар, макает и удар. кебальти макает и вообще ударился обо что, сильно ударился. Вот всего было десять макот. И восьмая из них это арбе. На иврите саранча называется арбе. Для того, чтобы у нас занятие как бы было более интерактивным, скажем, вопрос такой к присутствующим. Вы знаете, как пишется саранча, правильно? Саранча писается через алов. А в звучании на какое слово сразу приходит по ассоциации? Это вопрос, господа, он отвечает. Арбе много. Правильно. Замечательно. Какая разница в написании? Там алев, тут гэй. Правильно. Очень правильно. Сто процентов. Это будет основа, кстати, основа понимания. Теперь смотрите. Такой идет расклад. Во-первых, давайте посмотрим, какое уникальное положение казни Арбе, саранча, в ряду вот этих десяти казней. Это мы увидим, как бы все, кто участвовали в пасхальном седре, они как бы помнят, знают, когда доходят до пасхальной годы, до десяти египетских казней. Там есть такая штука, когда читают о том, что раб Иуда, он в пасхальной агаде это излагается, он сделал свое деление этих десяти казней на три группы по первым буквам этих казней. Датсах Адаш Ахаб. Теперь дальше посмотрите, что у нас получается. У нас получается, что у нас саранча находится в третьей группе. в третьей группе. Сейчас слегка. Она находится в третьей группе. Она открывает третью... Она представляет собой как бы узло, узел или связь между казнью Борадом, Градом, который предшествовал ей, и казнью тьмы. Если мы посмотрим как бы концептуально, то мы увидим, что это как бы не случайно. Почему? Потому что действительно существует как бы связь концептуальная между вот этой казнью саранчой и Борадом. Начнем с Борада. С Градом. Почему? Это мы видим из слов самого Муше, который объявляет в его объявлении Паро, я от себя добавляю, достаточно как бы наглым, просто наглым, да, просто приходит как бы главному правителю, ничего не боясь и говорят, сейчас у вас такое начнется вообще, тушите свет. Что он им говорит? Он напрямую связывает с Борадом, и он говорит, что у вас будет сожрано все то, что осталось с Етера Плета, все то, что осталось у вас от Борада, то есть все, что не добил Борад, франча съест. Но при этом, при этом, вот в этой Макат-Арбе у него есть некоторый как бы намек, который предполагает, приоткрывает то, что должно, то, что произойдет дальше, а именно Макат-Хошев. Почему? Потому что при описании Макат-Арбе, как описывает Тора, и покрыл. Эйн, коля-Арбе, Эйн – это вообще такое, скажем, служебное слово в иврите, айн – это глаз, но в смеху читается как Эйн. Эйн – это не глаз, а это как точка, как определение детализирования. Поэтому, когда говорится Эйн – что-то, то это некая детализация того, что это после инипайта. Когда здесь написано Эйн коля-Арс, значит, всю землю. Ну, как бы в таком смысле, что, не знаю, что самое главное, что у него есть вообще, это глаза, если закрыть глаза, то он вообще не может. Вот закрыть глаза и все. Здесь нужно. То есть покрытие всего абсолютно. Эйн коля-Арс, витахшо-Харс. И потемнела земля, или потемнела на земле. И мы видим, что вот это вот Барат, что Макате-Арбе действительно, вот как мы сказали, она находится в связующем звеном между этим и этим. Более того, мы видим, что это Макат-Арбе намекает и на самую последнюю казнь Макат-Бехурот, первенцев. Почему? Теперь смотрите, как интересно. В Муше, когда Муше говорит, мы увидели связь с Барадом, он сам упомянул про Барад. Дальше, в описании мы увидели связь с Хошахом, потому что сказано, что стал Хошах на всей земле. А дальше, в том, что говорит Фар-О, в этом, как бы, закутано, или, закутано, мне очень хорошо слово, но подберите другое, находится, завернуто. Следующая казнь, потому что, посмотрите, что говорит Фар-О. Фар-О говорит, только он молит его, только пускай уберет, молись своему Богу, то попроси у него, только чтобы он, ясер, удалил от меня, чтобы он удалил от меня только, вот единственное, что я тебя прошу, это Мавэ Тазэ. Но при этом интересно, что прося, чтобы от него удалили эту смерть, он, не выполняя то, что от него требуется, я говорю, напрашивается, но в каком-то смысле, он, не зная того, он предвидит следующую казнь, которая будет. Поэтому это сначала было некоторое, как бы, маво вступление, которое показывает нам, очень может быть, что так можно каждую казнь посмотреть, да, и найти вот такие интересные моменты, которые соединяют, как, что и все. Но вот с Борадом очень интересно, я этого, еще не видел. и смотрите, какая штука. Дальше вот большой кусок, который нам описывает, что на потрясающий переход, он связан как бы с зоологией, вот, но описывается все время, приводятся тексты, в основном, из пророка Юэля, вот, который в четырех глазах, это Тресар, то есть тринадцать малых пророков, то, что называется, у него, как бы, небольшая книга, есть так можно сказать, из четырех глав, вот, если вы посмотрите во второй главе, да, четвертого по девятый пособ, там идут совершенно какие-то фантастические, по ужасу, описания саранчи, а он сам был таки, да, свидетелем вот этого нашествия саранчи, и поэтому он описывает, как бы, своих пророчествах, которые он использует, как бы, устражения, или там какие-то, я не знаю, картины апокалипса, он описывает именно саранчу, и нам это, как бы, важно для того, чтобы понять, что они это, это понять психологию, передача, смотрите, какая разница, описывает, сначала, как бы, общее понимание, нет, как бы, никаких сомнений, ни у кого, что Макат Арбе, ну, есть, как бы, вообще, подскажите, я не могу сейчас, по-русски, как это называется, не налет саранчи, а нашествие, нашествие саранчи, вот, а, как бы, в контексте нашего текста, это Макат Арбе, да, понятно, что это колоссальное, стихийное бедствие, так это называется, да, которое происходит, происходило в древние времена, и происходит, как бы, и в наши времена, мы знаем, там, в Африке, в Египте, там, еще как где-то, окей, вот, в книге Юэля, то, что я говорил, он, в основном, в основном, действительно, описан, с этим жутким описанием, саранчи, причем, он сравнивает нашествие саранчи, с огнем, с огнем, который бушует, бушует, и который после себя, не оставляет ничего, он пишет, пишет, с такими словами, лафанав, ахла аэш, вахарав, пилаэт лава, то есть, до него, прошелся огонь, а после него, возгорится пламя, каган эден, аарес лафанав, то есть, до саранчи, земля была, как райский сад, вахарав, митбаршмама, а после него, как пустыня бесплодная, вегам плита, лоайтало, и после этого, ничего не осталось, то же слово плита, да, а дальше, вот, начинается такой тонкий разбор, для нас, это вот самое важное, пишет Ханон Парад, то кроме, вот этого, как бы, внутри, вот этого, я не знаю, экологического, экологической катастрофы, нашествия саранчи, можно просмотреть, чрезвычайно интересный феномен, этот феномен, который связан с переходом, от саранчи, как особи, то есть, отдельно взятый саранчи, да, в некоторую коллективную саранчу, которая, я не знаю, как это по-русски называется, тоже надо посмотреть, либо подскажите, стая саранчи, надо так не сказать, стадо саранчи точно так не сказать, да, но интересно, что на иврите, и по-русски, может быть, на других языках тоже, нету много смысла для саранчи, но внутри, внутри, это рой называется, рой саранчи, как рой пчел, наверное, не думаю, полчища, полчища, потрясающе что вот это вот изменения они не только количественные они связаны с изменениями поведенческими которые как пишет ханал парад который совершенно имеет далеко идущие как бы результаты и выводы прислайте опять посмотрим с привязкой к тексту дальше пишет на атаке в русском тоже это имя или название арбе она как известно дано отдельные особи как это и говорится да в нашей порошке не остался одной саранчи во всех границах митраем с одним же тоже словом саранча говорится про одну саранчу про одну саранчу а с другой стороны когда речь идет называется квуцати группе саранчи ну вот как сказал милерой но это 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 круче чем роль стадо не сказать не знаем огромное количество саранчи да а облака по моему кстати облако саранчи или туча не надо бы саранча куцати групповая да мы видим это когда муж говорит парк как он ему говорит я завтра приведу саранчу в твои границы и поэтому понятно что он говорит не про одну саранчу а он говорит именно про как ты сказал гриша еще раз туча туча он говорит про огромную тучу саранчи да и вот нам надо вот теперь давайте более подробно посмотреть немножко обмене тоже зоологии ну чуть-чуть зоологии да но посмотрим это потрясающе интересно в чем разница и пересчитаем это как бы не на человеческие поведения как бы нас для нас интересно как бы не занимаясь специфической идеологии пишет хран пара при первом взгляде кажется что разница между это отдельный саранча и тучи саранчи да она в основном выражается то есть не в основном выражается как бы в количественном саранча одна есть миллион саранчи понятно что они приносят как бы этот незык ущерб в миллион раз больше кстати говоря опять вот мне очень нравятся эти привязки текстовые вот это количественное то есть множественный эпитет саранчи да смотрите где это сказано кстати ни у кого нету аллюзий где в тексте танаха могу даже ближе сказать кому из близких родственников авраама ангел говоря некоторое послание типа барахи упомянул слова саранча на рот рама или что что ишмаэлю правильно вот что правильно агаре было сказано арбе арбе и зараха и зарах слеха дуэлой сапэ миров причем здесь вот то что нам объяснил совершенно правильно тимофей это игра на замене игра да ну бы верховод в кавычках да игра на замене одной буквы рейна алых арбе 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 увеличу арбе как саранчу то есть грубо говоря увеличу твое потомство в размерах саранчи скобка от себя скажу очень может быть очень может быть 20 комментарий это не имеет отношения сейчас наши прошли что это был не самое хорошее благословение время когда аврааму там было сказано там потом твоей как несчетные как звезды не сосчитать несосчитываемые звезды на небе или песок как-то более симпатичные чем как бы саранчу это мое такое но я так я сказал окей мы сэдэ было и сапэр миров то есть мы точно мы видим как на сегодняшний день более-менее окей но оставим это ну а продолжаем эту линию но тем не менее давайте посмотрим что речь идет совершенно то есть не только о количественном изменении вот в этом переходе от саранчи отдельный к саранчи групповой дальше он упоминает я кстати посмотрел википедии говорит что открытие потрясающее открытие еще зоолога уварова я посмотрел называется так он родился в казахстане но потом еще до революции там 1800 какой-то 90 какой-то год вот но молок вот сэр борис петрович уваров потом переехал женился переехал в англию заменит человек так вот он 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 отец вообще говоря теории про саранчу и открыл что на потрясающие вещи во-первых он проследил проследил что происходит с саранчой физически это просто как бы научпо просто ужастик такой фильм что происходит с саранчой при превращении из отдельного вида вот в такую массовую саранчу во первых изменяется ее физическое тело это происходит в течение 10 лет в течение 10 лет саранча превращается из вот этого отдельного особи в эту в тучу и вот при этом у происходит совершенно феноменальные изменения в ее физиологии да и психологии во первых у нее порядка 10 раз до у нее увеличивается размах крыльев ноги да вот при дровы не могу сейчас превращение до превращаясь некоторого монстра но нам при вот но это тоже не самое ошеломляющее а вот что ошеломляю сейчас мы приходим при критической точке оказывается что ее в поведении вот этого саранча кибуцитис так можно сказать квуцатицки лучше сказать хотя у него написано кибуцит да она не кибусная все-таки да а такой вот тучный саранчи от слова туча от слова тучная да тучный саранчи у него происходит совершенно пишет метаморфоза кицунит то есть совершенно феноменальная метаморфоза и он говорит тогда как отдельная саранча она вполне боится просто человека человек может ее там я не знаю кыш 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 или что-то такое она от него отлетает но когда она становится массой она не боится ничего она не боится ничего она пишет мы об этот хуш а пахат ли халутин на полностью теряет чувство страха и нету ничего чтобы могло ее остановить что-то может посмотрите сейчас не хочу отрицаться надеть на толдот я где-то поставил но не могу сейчас найти только что у меня было толдот посмотрите книгу юэль вторая глава 4 9 стих мы это прочтем ну как бы очень красивый перевод да и основной все на без бесстрашный и вот как раз пророк юэль он про это как раз и как раз про это и говорит если пока никто не нашел я дико извиняюсь а да вот все нашел закрыл да очень здорово все нашел сейчас полсекунды да вот смотрите как это написано это у него какой стих до 4 по 9 смотрите какое потрясающее описание с виду похож на конницу и мчатся они как всадники будто с грохотом колесниц скачут они по вершинам гор будто с треском пламени огня пожирающего солому как могучий народ готовится к битве при виде его трепещут народы все лица мрачнеют как войны бегут они как ратники сбираются на стену идут они каждый путем своим не смешивая путей своих и не теснят они друг друга каждый идет своим путем и бросаются они сквозь мечи но остаются невредимы снуют по городу сбегают на стены сбираются в дома как вор входят они в окна трепещет перед ними земля содрогаются небеса солнце луна тускнеет и звезда теряет свой свет вот по-видимому вот это вот потрясающее описание оно как бы его мог дать чай который был как бы свидетелем вот этого экологического несчастья так можно сказать ну хорошо а теперь как бы переходим от этого переходим кто что от как бы зоологии биологии не знаю этимологии давайте переходим к психологии масс дальше он проводит такую интересную штуку мне очень нравится психология амунит то есть массовая психология и говорит что такие кардинальные изменения которые происходят при переходе от отдельно взятой особи либо в пересчете на человека личности в поведении до к коллективу до это очень напоминает нам то как меняется психология отдельного человека когда этот человек становится некоторым частью механической огромной массы и мы это видим он пишет да на примере темных периодов в истории человечества описывает линчи и крестовые походы катастрофа деяния нацистов проклятое их имя да и до радикального исламизма но возвращаясь интересно к нашей главе да мы видим очень интересную вещь смотрите зачастую я сам задавался вопрос если что как другие задают вопрос не смотря на то что как бы мы в песах празднуем освобождение свободу победу и вообще есть шератая когда вообще части утренней молитвы когда евреи вспоминают вот эту великую победу и там упоминается как погибли все египтяне и колесницы они все утонули и пятое десятое да вот такой вопрос ну хорошо ну фараон один скажем тоже в несколько странной ситуации сейчас не время это обсуждать его там ужесточили у него там сердце вообще сделали как камень неважно сняли с него всякий страх и все в принципе это было поведение одного человека не было референдума отпускать евреев либо нет это решал фараон а за что как бы остальных наказать и вот тут можно найти объяснить это массовое наказание исходя из принципа не таки на вид меда то есть мера замер в чем это видно хорошо когда мы вспоминаем что египтяне египтяне проблема была не только в том что встал новый фараон который совершенно озверел то есть он забыл елсефа думаем что же всех евреев и дальше как бы эта идея известно о его вполне поддержал весь народ 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 потерял как бы всякий страх типа этой саранчи народ занялся массовым убийством еврейских мальчиков и вот это вот изменение изменение которое мы видим саранчи а саранчи отдельной особи который превращается в стаил это вполне как бы можно понять или проследить как это происходило с египтянами не только сидим в данном случае с египтянами тоже да сейчас секунду ну и как бы заканчивает ханан парад очень важным призывом действительно который важен всегда а да я только от себя еще хотел добавить немножко как бы в сторону но к сожалению из нашей из так можно сказать истории или во всяком случае истории которые были причастны многие наши родственники смыть и например в того что происходило на территории россии то что было в гулаге то что происходит науку что нормативные люди которые позже пор по жизни как как лично и как личная особь они были бы они сын другие просто бы боялись бы делать такие вещи но когда это становится как бы народ превращается в массу начинается работать массовые психологии то же самое у немцев начинает делать чудовищные вещи и вот это вот очень как и каждый может продумать это дальше да но это вот очень важно очень важно посмотреть мне кажется эта связь потрясающе между вот этим перетрубаться изменениями метаморфозы которая происходила с саранчой до который мы проследили который пророк ель так фантастически описывает и теми примерами из жизни которые мы видим и заканчивает ханан парад что на потрясающим призывом он как бы обращается каждому и говорит что вообще каждый член общества он в отличие от саранчи он должен сохранять свою как бы личную ответственность если каждый человек не будет стоять на своем и не превращаться вот это в массовую саранчу который ничего не боится да тогда будут случаться чудовищные вещи и тогда по-видимому как это было во время второй мировой войны во время катастрофы да будут отдельные праведники народов мира но большинство к сожалению большинство к сожалению она превратилась в саранчу ну вот как бы так на одной ноге то то что я даже не на одной ноге мне довольно подробно это разобрали но вот это то что я хотел сказать мне это очень понравилось сравнение с саранчу и так дальше окей натан можно пять копеек вставлю да хоть 10 еще одно место из торы та же самая массовая психология толпы с дом когда все жители с дома от границы города до границы города собрались к дому лота чтобы изнасиловать ну ангелов гостей путников то же самое когда вот вдруг вся масса поднимается на черное дело вообще конечно это это вопрос как бы социологов психологов понятно как бы они к тонке называется кто я понятно что все все тоталитарные режимы все что связано с массовым уничтожением людей с полным растаптыванием вообще человеческого достоинства смерти это все связано с массовкой плохом внимание этого слова в коллективизации всем чем угодно но и поэтому как бы возвращаясь от понятного где-то пшит это банально если можно сказать где не повторяется но тем не менее то очень важно что вся человеческая история она начиналась ни с какой не массовки начиналась одного человека и это повторяется сто раз традиции мы для того чтобы показать евреям и всему миру что ценность одного человека как ценность всего мир и поэтому знаменитые еврейские выражения что миши мацильная фишаха кило мацильо ламкова тот кто спасает одного человека как будто спасает весь мир именно почему потому что это отсутствие полностью отсутствия массовки в самом дурном смысле этого слова и наоборот как бы противоположные системы самое главное самое главное средство которое они делают это превращение саранчи превращение отдельного человека до людей вот когда они становятся из человека в людей когда все плохо дел а вот это кстати по моему самое важное на этом спасибо большое никогда не приходило в голову что значит начинается не со стада полу обезьян а именно с человека ну это да старик но это классика ну конечно да да и все и все разговоры про коллективное бессознательное что она в основе всего она все-таки не в основе видимо да ну да понимаешь это как бы от ответ когда спрашивают не знаю научные доказательства обезьяна превращались туда-сюда моря опять же я кантонки они золу я не знаю там что происходило с обезьянами но выучить из обезьян да можно только при можно только превратившись в обезьян выучить из 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 истории в ганедоне вот про уникальность человека человеческой жизни это основана эта основа жизни ну да спасибо я ну это потрясающе послушаем это блестящий анализ но коллективными сознательно никуда не девается есть народы которые более склонны к толпе допустим как там китайцы монголы я не знаю кто еще есть которые меньше кроме того что есть еще примеры толпы это значит во время потопа поколение потопа и поколение которое строила бревенскую башню 100 100 процентов что опять есть такое ощущение что любое превращение как бы вот в эту массовку да а это всегда что-то но с другой стороны есть какая-то позитивно параллельная вещь когда связано с тем что человек от индивидуума он превращается в народ в нацию человечность и вообще есть сильное слово бояха вместе понимаете вот на мой как бы взгляд главная проблематика заключается в том чтобы создать такие условия когда при этом это на уровне как бы государственного устройства до мирового устройства на уровне создания таких как бы законов и регуляции когда у человека остается его полная персональность его полная ответственность да и при этом он является частью чего это большой вопрос но вот этот вот над как мы посмотрели сегодня да вот на на примере этой саранчи саранчи которая становится монстром вот так становились монстры так стали монстрами фараоны и так стали монстрами на примерах и недавно истории то есть не совсем понятно в какой момент саранча становится монстр вот она размножается размножается и какой-то триггер да должен произойти по есть и можно сделать такую вещь сделай научные исследования себя на праздник пишут если он пишет что происходит когда вот это действительно какой триггер ну мы можем сказать что тут в нашей истории триггер был такой что муж и завел механизм и сказал я вот сейчас знаешь что тебе сделал на самом деле сараонов что сказал он сказал парень я сейчас из саранчи сделаю такую саранчу что мало не покажется вот это то что он сказал критическая масса критическая масса наступает когда да вот видимо может быть критическая масса не знаю надо посмотреть что такое критическая масса критическая масса наступает а вот я заметил что и даже в комментарии то и вторых как где я которую я читаю там написано что некоторые о некоторых казнях маша предупреждает фараона а некоторые типа происходят ну грубо говоря автоматически без предупреждения так вот например про саранчу он его предупреждает будет саранча а вот я нигде не нашел если это важно почему о некоторых предупреждает а о некоторых нет это есть какой-то комментарий какое-то мнение мудрецов на эту тему или это не смотри я тебе скажу такую штуку у меня сейчас надо шлифами амотом то есть вот так просто сказать а да нет проблем сейчас скажу я не могу этого сказать напиши в телеграме чтобы это не забылся это можно рассмотреть очень может быть что этому есть где-то нет наверняка есть какое-то место комментарии почему так происходило казни понятно их было как бы 10 штук то есть не миллион и понятно что каждый из них подробно обсуждается разные аспекты что такое барат что такое огонь и так далее каждая из них была они были очень специфические то есть каждый из них это не просто там не знаю вши появились или еще что-то не в каждом из них можно найти как бы огромный комплекс всяких и не знаю неизвеносказаний но смыслов нравоучений и так дальше поэтому это все было очень непросто если так можно сказать один из них это не просто просто ну в общем такого спонтанного комментария на мой вопрос нет да хорошо а тогда может быть есть спонтанный комментарий на другой вопрос эти казни они происходят а потом через некоторое время снимаются причем некоторые из них фараон просит говорит убери эту эту казнь я там выполню маша снимает наказание он не выполняет и потом много ну да они они а некоторые из них не говорит он не говорит ничего там да не каяться фараон я понимаю я не все равно и они все равно и они все равно например там вода нил он превратился в кровь но нигде не сказано что он обратно сделалась водой так но во всяком случае я не припомню такого и вот вопрос у меня такой на самом деле а почему нельзя было просто взять и одну казнь и ну надолго врубить и пусть все там с ума сойдут и уйти я тебе скажу такую штуку мне кажется общий ответ он такой он кстати очень часто возникает господь всесильный ну зачем все это устраивает весь этот спектакль но если понятно что для голливудского фильма конечно лучше сделать сериал в десяти сериях да это как бы доходов больше и интереснее и как бы продакшен и пятое десятое но с точки зрения тахлиса какая проблема вывести евреи зачем надо было делать зачем надо было растягивать все это зачем надо было весь этот механизм на это есть очень много ответов очень много ответов начиная от того что это называется как бы некоторое перевоспитание другой стороны это как бы наглядный урок всему миру кто вообще властвует мой ответ мой ответ такой что по-видимому по-видимому это был не просто выход из там не знаю какого-то кого-то захваченного каким-то племенем в джунгли по-видимому мне так кажется да что вообще вообще египетская система и все это было это был какой-то не только просто символ это было олицетворение противопостав власти по которой противоставляет вся власти всевышнего поэтому вот все что было сделано все эти пункты они вложились в то чтобы окончательно показать всем а кто всем ну как минимум как бы твоим составляющим самим евреям самим фараон самому фараон египте а на всему остальному миру ну я не знаю из такое русское выражение да кто хозяин и поэтому это я читал ну да это да хотя это немножко может звучит банально и очень так сказать да нет нормально да но с другой стороны наверное тут есть очень много всякой психологии психология как бы если так можно сказать божественного поведения по отношению к человеческой психологии ведь мы сейчас не сможем это разобрать вообще это огромная да тема тема как бы воли как можно было вообще наказывать фараона если у него отняли боль да мы знаем что человек не свободен то его не наказывают человек наказывает за то что он свободно выбрал что-то человек не дай бог свободно выбрал путь убить кого-то ну тогда его наказывают а если у него не было выхода это совершенно другой вопрос если у фараона отняли свободу воли и превратили его в робота А как его можно наказывать за это? Ты сам его лишил возможности выбирать. Ну, так он стал автоматом. Но это тоже отбивается всякими разными вещами. В смысле, отбивается. Отбивается разными этими саунами. В смысле, что для того, чтобы обнажить настоящую фараоновскую природу его духа, надо было снять вот этот механизм страха, который у него был. Вот типа как у саранчи. Вот когда его сняли, когда как бы сняли это, тогда он себя вёл, как он бы себя вёл по-настоящему. А можно тоже три копейки совсем чуть-чуть? Да, пожалуйста. Вот эта идея, которая часто пишется, что совершить казнь поочерёдно над всеми египетскими богами. Вот если это перевести ближе к нашему времени, допустим, что кто-нибудь решил бы вот то же самое, что над Египтом, сделать над советским режимом. То понятно, что нужна одна казнь, чтобы показать, что эти все генеральные секретари или фюреры ничего собой не представляют. Другая казнь. Ещё какое-нибудь идеологическое клише. Это воспитание, сто процентов, конечно. Да? Нет, но это то, что ты говоришь сто процентов. Это то, что мы с Руфатом сейчас, я думаю, мы согласились, правильно? С точки зрения воспитательной. Это, конечно, не просто гром среди ясного неба. А человек постепенно как бы допирает до этого. Пошёл там в Нил, пошёл, у него крынка горшок в холодильнике стоит, там в колоде, всё. Вау! Крюгом кровь! Да что же это такое? Это как бы постепенно... Ну, это сериал. Я со смехом, может быть, сказал, с силы любого сериала. В том, что он как бы растягивает напряжение. Правильно? Нет, ну серьёзно. Ведь у человека, человек, который в чём-то убеждён, у него же не одно убеждение. У него много всего укоренившегося. Ну да, я... Каждый из этих корешков. Я хочу всем нам напомнить, бывшим советским, что когда Сталин умер, многие люди плакали и убивались по этому поводу. Конечно. Я слышал рассказы своих родителей 100%. Да, да. Да? Ну это как бы это другое... Ну... Можно совсем последний вопрос? Я в прошлый раз, у прошлого к меня не было, извините. У меня такой простой вопрос. Вот когда Маше Господь отправляет к фараону. Вот я, опять же, нигде не нашёл. Маше на самом деле беглый преступник. И вот он его отправляет. Ничего не сказано о том, что могла быть ситуация, что он приходит к фараону, начинает говорить там, отпусти всё. А тут ему говорят, подожди, Пекидзе. Кто ты такой? Да, ты убийца. Ты убийца. А ну-ка, ты отсиди сначала, не знаю, сколько положить, а потом поговори. Понятно? Как-то забыл. Я не видел ни одного комментария. Может быть, кто-то видел? Я думаю, что, во-первых, то, что могли как бы забыть, забыть. Во-первых, прошло много времени. Окей? Но я думаю, что не менее сильный вопрос, чем тот, который ты задал. Это вопрос, но вообще как бы не очень просто с точки зрения, как это называлось, церемониала. Приходит человек вообще откуда-то. Говорит, слушай, ты там не сделаешь так-так, я тебе сейчас такое покажу. Нормальный человек, кто такой вообще? А он, между прочим, ещё и претендент на престол порождения. Ну, вы сцентр, понимаешь, тут же мы, Васямыч, не видим, что когда приходит муж, он ему говорит, я вот бывшенаследный принц, там то-сё, пятое, десятое. При этом я убил. Да, но он как бы не рассказывает свою историю, он начинает совершенно как бы с такого постулата. Он говорит, там, отвезти народ мой. Тоже при этом интересно, я ведь всё время, он не говорит, впусти народ мой, то, что там, шлах и томи. Let my people go. Он как бы придумает такую штуку очень по-явлению. Ну, на три дня в пустыню. Типа того, как когда уезжали из России, говорили, мы вообще не на историческую родину отправляемся, да? Мы воссоединение родственников. Мы согласны на эту игру. Здесь то же самое было. Говорят, что как бы фараон понимал, что речь идёт не только о трёх днях. Ну, а зачем надо было ему шагать на ответ? Скажи сразу максимум условия. Есть Всевышний в этом мире, мы его народ, отпускай нас, и надо сейчас такое будет. Зачем он говорит на три дня? Короче, господа и дамы, по-моему, да, и дамы. У нас, мы как бы приоткрыли некоторую завесу, правильно, начать вот с этой саранчей. Есть много вопросов. Давайте мы будем с удовольствием отвечать в телеграмме, да? Можете писать доктор Ленинс, попросите его, чтобы он присоединился к нашему телеграмму. Будем дальше общаться. Нет конца, как бы, учения и проникновения. Почему? Потому что в каком-то смысле книга жизни. Потому что трудно найти однозначных ответов, но каждый раз мы продвигаемся в ответах, которые мы даем самим себе. И в этом, по-видимому, главный смысл. Такая, наверное, идея. Окей? Спасибо большое. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо. Всем счастливо. Всем счастливо. Пока. Псурот того, что называется. Хороших вестей. Счастливо. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...